Сенат сегодня ратифицировал договор о Евразийском экономическом союзе. За его принятие проголосовали 43 депутата Верхней Палаты Парламента. Один воздержался. Теперь документ пойдет на подпись президенту, а с января вступит в законную силу. Основная цель ЕАЭС – исключительно экономическое сотрудничество Казахстана, России и Беларуси. И прежде всего, полномасштабная реализация потенциала в таких сферах, как транспорт, промышленность и энергетика. Будет сформирован общий рынок нефти и нефтепродуктов. Кроме того, по словам сенатора и бывшего главы Казмуной газа Лизата Киинова, Альянс «Астана-Москва-Минск» положительно скажется на топливном вопросе. Мы пока поставляем на свой рынок до 40% российского топлива. Так как мы в одном союзе топливо получаем без таможенных пошлин. А это без малого около 500 миллионов долларов. Посчитайте, что было бы, если бы эта сумма легла бы на стоимость бензина и дистоплива, используемого всеми нами. Интерес к этому союзу проявляют уже и другие страны. Я думаю, будет еще расширяться. Таким образом, наша экономика будет иметь возможность расти. Я думаю, это в интересах всего населения буквально. Потому что это не только интересы бизнеса. Это интересы всего населения. И Казахстана, естественно, наших стран-партнеров. Я думаю, за этим союзом большое будущее.